Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников и скульпторов Бальтус. Бальтазар Клазовский де Ролла. Польско-французский и современный художник. Родился в 1908 году. На протяжении всей своей карьеры Бальтус отвергал обычные условности мира искусства. Он наставил на том, чтобы его картины видели, а не читали о них и сопротивлялся любым попыткам составить биографический портрет. Родился в Париже в семье польских иммигрантов. Его настоящее имя было Бальтазар Клазовский. Его прозвище Бальтус было основано на его детском прозвище. Отец был искусствоведом, написавшим знаменитую монографию Наре Дамье. По словам Бальтуса, он принадлежал к бывшему польскому мелкому дворянству. Дробно шляхта. Его семья носила герб Ролла. На самом деле, Бальтус часто пересказывал истории происхождения своей матери, говоря, что она была связана с Романовыми и Нарышки, могущественными аристократическими семьями России. Я цитирую Википедию. Старший брат Бальтуса, Пир Клазовский, стал известным писателем и философом. Дети Клазовских росли в среде искусства. Их дом часто посещали известные художники и писатели, в том числе, Райнер Мария Рильке, Андре Жит, который был наставником Пьера, и Жан Кокто, который заворожал семью в сценах своего романа 1929 года. Среди посетителей были также художник Морис Дени, Пьер Бонар, а также арт-дилер Пьер Матис. У детей была шотландская няня. Бальтус говорил, что его родным языком был английский, хотя его родители говорили друг с другом по-немецки. Вскоре после начала Первой мировой войны, в 1914 году, семья была вынуждена покинуть Париж, чтобы избежать депортации из-за своего немецкого гражданства. Они поселились в Швейцарии, недалеко от Женевы. В 1917 родители развелись, и мать вместе с мальчиками переехала в Женеву. Рильке был очень впечатлен художественным талантом молодого Балтуша и помог ему опубликовать свою первую работу в 1925 году в возрасте 13 лет. Это была книга под названием «Миццоо», включающая 40 рисунков Бальтуса и предисловия Рильки. На картинах в стиле комиксов была изображена история маленького мальчика, который теряет свою любимую кошку. Тему этой истории предвещали пожизненное увеличение Бальтуса кошками, а также чувство потери или исчезновения. В 1926 Бальтус посетил Флоренцию, где скопировал многие фрески мастеров эпохи Возрождения Пьера де Ла Франческо. Это вдохновило его на раннюю амбициозную работу, темперные настенные росписи протестантской церкви швейцарской деревни Биттенберг, которую он выполнил в 1927 году. Жил некоторое время в Марокко, был призван в марокканскую пехоту, работал секретарем и набросал несколько картин. В 1933 году переехал в Париж, снял студию. Бальтус не проявлял интереса к модернистским стилям, таким как кубизм. Его картины были реалистичными, но интровертными, как написано в Википедии. В манере второго поколения художников-фюрреалистов, таких как Сальвадор Дарей, которые часто использовали реалистические техники для изображения психологических мотивов или образов сведений. С самого начала его творчеством восхищались писатели и коллеги-художники, особенно Андре Бретон, Папло Пикассо, Миро, Альберто Джакаметти, ну и так далее. В 1948 году другой друг Альбер Камю попросил его разработать декорации и костюмы для своей пьесы. В 1937 году он женился на Антуанетте де Ватвиль, происходивший из влиятельной аристократической семьи из Берна. От этого брака было двое детей Тадеуш и Станислав Классовский. В 1940 после вторжения немецких войск во Францию Бальтус бежал со своей женой в Савою на ферму Шамправане, где начал работать над двумя крупными картинами. Пейзаж близ Шамправана и гостиная. В 1942 бежал из нацистской Франции в Швейцарию. Сначала в Берн, ну а потом в Женеву. Многие из его картин изображают молодых девушек. В эротическом контексте Бальтус наставил на том, что его работа не эротична, а признает неприятные факты детской сексуальности. В 2013 году картины Бальтуса, изображающие девочек-подростков, были описаны Роберто Смит в Нью-Йорк Таймс, как заманчивая и тревожная. Жил на Иле-Медичи в 1960-70-е годы и реставрировал ее, будучи директором Французской академии в Риме. Мировая известность росла с выставки в галерее Пьера Маттисса в 1338 год и Музее современного искусства в 1556 году в Нью-Йорке. Он всегда культивировал представление о себе как загадка. Стал другом режиссера Фредерика Феллини и художника Рената Гутуза. В 1777 он переехал в Швейцарию, у него была уже вторая жена японка Сетсука Идетта, на которой он женился в 1667 году и которая была на 35 лет моложе его. От этого брака у них был сын Фумио, он родился в 1668, но через два года в Угле. Бальтус умер в возрасте 92 года, 18 февраля 2001 года. Его вдова Сетсука Колоссовска де Ролла возглавляет фонд Бальтуса, который основан в 1998 году. Ну вот так вкратце, конечно, из Википедии о Бальтазаре Классовске по прозвищу Бальт. Польско-французский современный художник. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.